МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленко. Расскажем прямо сейчас. Инновационные технологии в сфере энергетики. Делегация Новосибирска представила в Муравленко свой научно-промышленный потенциал. Качество у большинства производителей соответствует нормативам. Роскачество проверило докторскую колбасу. За один год 175 предложений и 43 опроса. Портал «Живем на севере» – площадка для выражения мнения жителей. Год назад муравленковцы узнали о старте интернет-проекта «Живем на севере». За 12 месяцев ямальский интернет-ресурс стал востребованной площадкой для выражения мнений жителей города. Портал удобен. На платформе «Предлагаем» можно оставить свои идеи, за которые можно проголосовать и решить, насколько они жизнеспособны и полезны. Продолжит Валерия Чижик. Муравленко стал первым городом на Ямале, где заработал портал «Живем на севере». Пользователи интернет-ресурса сразу поняли – это еще одна возможность общения с властью. За год муравленковцы определили приоритетные направления развития программы сотрудничества. Решали, какие территории нужно благоустраивать, какие направления сферы культуры, спорта, дополнительного образования детей необходимо развивать. Жители города внесли 175 предложений, участвовали в 43 опросах. И все те идеи, которые были поддержаны и на портале «Живем на севере», и в ходе очного голосования в марте месяце большого городского, все те проекты, которые были поддержаны, они нашли реализацию в этом году в рамках нашего проекта «Комфортная городская среда». Ресурс «Живем на севере» представляет две платформы «Предлагай». Здесь аккумулируются идеи, активные темы, планы и предложения на перспективу. На платформе «Решай» вы становитесь участником голосования, а значит, сами выбираете, в каких условиях жить, где и что строить, ремонтировать, благоустраивать, какими должны быть праздники, соревнования и многое-многое другое. Отслеживаю информацию на портале «Живем на севере», особенно по благоустройству, так как сама работаю в городском хозяйстве, участвую в этих проектах, подхожу по собраниям, общаюсь с жильцами, знаю, какие проблемы происходят вообще в домах. Также сама предлагала проект. Кстати, именно на портале проводили опрос по теме благоустройства в рамках федерального проекта по формированию «Комфортной городской среды». Участвовала в опросах по поводу сотрудничества, приоритетные направления, также выбирала по благоустройству и очень часто предлагала свои темы. И очень приятно видеть то, что когда буквально идея только появилась и прошла опрос, то ее сразу же реализовали. То есть недавно говорили про Аллею Славы, в этом году мы уже видим Аллею Славы. Сквер здоровья какой у нас замечательный. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, всего за один год информационный портал объединил тысячи неравнодушных ямальцев. Интерес к проекту растет. К ресурсу «Живем на севере» присоединились почти 4600 муравленковцев. Они обсуждают, предлагают, голосуют. Идеи находят поддержку. Информационный ресурс, он все документирует. Он помнит абсолютно все. И не ответить на идею, не ответить на предложение не получится. Замолчать не получится. Будет ответ. На любой вопрос, на любую идею, на любое предложение будет соответствующий ответ. А вот насколько этот ответ удовлетворит жителей, тут же будет видно по количеству голосов. К слову, каждому пользователю портала за активность начисляются баллы, которые можно обменять на сувениры или услуги городских учреждений. Сделать город лучше в силах каждого из жителей. А потому нужно регистрироваться на портале «Живем на севере» и активно предлагать самые смелые идеи и замыслы. Валерия Чижик, Светлана Грачева, Владислав Дропотов, Новости Муравленко. До 1 декабря физлицы должны уплатить имущественные налоги. Сделать это можно через мобильное приложение. Оно разработано для пользователей смартфонов. Найти приложение можно по названию «Налоги.фл». Авторизироваться в мобильном приложении можно с помощью тех же логина и пароля, которые используются для входа в личный кабинет налогоплательщика. Вход доступен и с помощью пароля от сайта Госуслуг. В приложении физлица могут не только уплатить налоги, но и уточнить список своего имущества. Напомню, получить доступ к личному кабинету налогоплательщика можно, обратившись с заявлением в любую инспекцию. Логин и пароль инспектор выдаст в течение нескольких минут. В рамках дней делового и экономического сотрудничества наш город посетила делегация из Новосибирска. Гости продемонстрировали продукцию, представляющую интерес для сфер коммунального хозяйства и предприятия нефтегазодобывающей отрасли. Научно-промышленный потенциал новосибирцев оценил Эрнест Бавшин. Новосибирск – крупнейший промышленный и научный центр Сибири. Его научно-исследовательские и конструкторско-технологические организации, малые предприятия готовы предложить Ямалу свои лучшие изобретения. Наши предприятия, которые приехали сюда, и, собственно говоря, мы заочно еще здесь предоставили несколько презентаций, будут загружены работой. Это как бы наш интерес, ваш интерес. Мы предоставим какую-то новую продукцию, которая даст вам более эффективно использовать свои ресурсы, соответственно, меньше понесете затрат. Гости представляют испытанные в деле проекты, технологии в области электроснабжения, в том числе и с использованием альтернативных источников энергии. Различный инструмент, изоляционный материал. Масса разработок помогут решать задачи и крупных предприятий, и городского хозяйства. С заводом КВТ мы и их инструментом пользуемся. Вот возьмем их муфты, попробуем. Ну и попробуем взять контакты. Также еще меня заинтересовало то, что они выполняют поверку различных приборов. Просто когда с этим сталкиваешься, приборы отправляешь какие-то в Сургут, какие-то в Челябинск, какие-то в Тюмень. Вот если они возьмутся за комплекс, чтобы в одно место отправлять, то попробуем еще в этом направлении с ними поработать. Но не только инновационными разработками Новосибирск интересен ямальцам. Еще одно направление сотрудничества – это образование. Образовательный комплекс в Новосибирске, он развит и достаточно хорошо. И если в вашем целевом направлении будут, допустим, обучения, мы готовы продвигать не только МГТУ, а любой другой наш вуз для обучения ваших представителей, вашей молодежи, чтобы они приходили уже к вам обратно, уже готовыми специалистами. Ну и, соответственно, тоже эффект экономический будет для вас. Новосибирцы готовы организовать для поездки на север команду специалистов любого направления. Такой формат позволяет точнее выявить потребности и обсудить наиболее приемлемые варианты их решения. Данные встречи, они позволяют напрямую узнать о возможностях нашего потенциала, в частности, который есть в Новосибирской области, а также производителям узнать о тех потребностях, о нюансах, которые есть у нас в Ямал-Нейском округе. Город Муравленко открыт для внедрения современных технологий и готов взаимодействовать с разработчиками и производителями из любых регионов страны. Эрна Сбавшин, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. В связи с обильными снегопадами и гололедицей на дорогах городские диспетчерские службы начали прием обращений жителей по качеству уборки дорог и дворов. С замечаниями по очистке внутриквартальных проездов, тротуаров и дорог можно обращаться в управление коммунального заказа и единую дежурно-диспетчерскую службу Муравленко. В случае заноса снега внутриквартальных проездов в микрорайонах подать заявку можно в диспетчерской подрядчика фирмы «Север» или куратору в управлении коммунального заказа. Обслуживание же городских дорог находится в зоне деятельности индивидуального предпринимателя «Осаяна». В Роскачестве выяснили, из чего делается докторская колбаса. Всего для исследований была закуплена продукция 40 производителей из 21 региона страны. Тестировали ее по 70 показателям безопасности и качества. В результате в докторской 16 торговых марок нашли незначительное количество антибиотиков, а состав колбасы не всегда соответствовал этикетке. В двух видах нашли курицу, не обозначенную в составе на маркировке. Других сюрпризов в ингредиентах докторской не обнаружили. Также не нашли тяжелых металлов, геномодифицированных ингредиентов и радионуклидов. Все подробности об исследовании можно узнать на сайте Роскачества. Депутаты законодательного собрания готовятся к пленарному заседанию, которое состоится уже в этот четверг. Главный вопрос повестки – бюджет Ямала на трехлетний период. Среди других вопросов – дополнительная компенсация для обманутых дольщиков, индексация ежемесячных пособий опекунам и льготы по капремонту для некоторых категорий северян. Так, например, на компенсацию расходов на уплату капитального ремонта теперь смогут рассчитывать неработающие собственники жилья в возрасте 70 или 80 лет, проживающие с инвалидами первой и второй групп. А промышленный комитет уже рассмотрел вопрос обращения с отходами. Напомню, с 1 января на Ямале вводится новая система утилизации мусора. В повестке предстоящего заседания еще десяток вопросов. Если говорить о развитии жилищно-коммунального хозяйства, то необходимо, конечно же, признать эффективные реализации этой программы, потому что очень много делается. В первую очередь хотелось бы отметить развитие темы чистой воды, потому что у нас значительно здесь увеличилось число людей, которые сегодня обеспечены чистой питьевой водой. Муравленковские ветераны предложили ряд кандидатур для названия Новоуренгойского аэропорта. Обсуждение о реализации проекта «Великие имена России» прошло в клубном учреждении «Лира» в рамках партийных проектов «Единой России. Историческая память» и «Старшее поколение». Ветераны нашего города предлагают кандидатуры легендарных личностей – геологов Армана Салманова, нефтяника Виктора Муравленка, а также ямальского поэта и композитора Леонида Лапцуя. Собравшиеся сошлись во мнении, что аэропорт должен носить имя достойного человека, внесшего значительный вклад в освоение Ямала и известного в масштабах страны. Уже прошли обсуждения во многих городах нашего округа. Вот я участвовал в подобном мероприятии в городе Ноябске. Мы пришли к заключению. Больше всего поддержки получили два имени – Губкина и Муравленка. Список кандидатур из Муравленка ветераны направят в Общественную палату Российской Федерации. После подведения результатов будет организовано всенародное голосование. Общие итоги конкурса подведут 5 декабря. Молодежи напомнили о правилах безопасности и рассказали о том, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Специалисты Управления по делам ГОО и ЧАЭС совместно с отделом надзорной деятельности, пожарной охраны и Росгвардии провели лекцию. Особое внимание уделили профилактике терроризма и опасности тонкого льда. Теорию закрепили показом специального фильма. Пытаемся немножечко расширенно познакомить их с проблемой существующей. И элементарные способы безопасности, как себя уберечь от тех или иных рисков. Арт-терапия для подростков. Во второй школе проводят психологические тренинги для учащихся девятых классов. Их главная цель – профилактика агрессивного поведения. Психологи предлагают школьникам выразить свое настроение при помощи интересных заданий. Рисование воском от свечей, связывание клубка ниток. Как правило, во время таких уроков подростки больше начинают общаться между собой, делятся своими переживаниями и стараются найти правильные выходы из различных ситуаций. Арт-терапия направлена для того, чтобы помочь подростку раскрыться, работать с его внутренним миром, я-концепция, образ я. Очень часто мы видим, что дети бывают у нас закрыты, зажаты. И вот такие разного рода приемы помогают детям раскрываться. Подобные уроки педагоги второй школы будут проводить в течение всего учебного года. Сделай добро, и оно к тебе обязательно вернется, уверены участники акции «Бумеранг добра». Проект стал победителем грантового конкурса компании «Сибур» – формула хороших дел. Первый день проекта – мастер-класс для детей и их родителей, изготовление сувениров своими руками. После их обменяют на корм и лекарства для бездомных животных. Акция пройдет 26 октября в гипермаркете «Магнит» с 5 до 7 часов вечера. Корм и лекарства будут переданы волонтерам организации «Верное сердце». Мы, конечно, понимаем, что без поддержки государства у нас мало что получится. Но какую-то долю, частичку мы внесем. Хотя бы даже покормить бездомных животных – это уже, я считаю, большое дело. «Муравленко.Медиа» продолжает подписную кампанию на газету «Наш город». Оформить подписку можно лично, посетив редакцию или не выходя из дома на сайте «Муравленко.Медиа». Процедура оформления занимает всего несколько минут. Во вкладке «Оставить заявку» достаточно указать свою фамилию, имя, телефон и адрес электронной почты. А до 26 октября подписчики могут поучаствовать в конкурсе рисунков. Работы можно выполнить в техниках живопись или графика. Победители определит жюри. В его составе не только сотрудники редакции «Муравленко.Медиа», но и преподаватели школ. А приз зрительских симпатий достанется тому, кто станет лидером интернет-голосования на сайте «Муравленко24.ру». Лучшие творческие работы опубликуют на страницах газеты «Наш город». Рисунки принимают до конца этой недели по адресу улица Муравленко, 8А. На сегодня это все новости. Более подробную информацию смотрите на нашем официальном сайте. «Муравленко24.ру». «Муравленко24.ру».